Добрый день, уважаемые зрители видеоканала Планеты Джудо И снова в эфире я Роман Карасев И находимся мы в Доджо Братовщина У Владислава Макарова, кузнеца Айкидо Владислав, здравствуйте Здравствуйте, зрители, здравствуй, Роман Ну, с каждым днем количество подписчиков увеличивается На один Мы приближаемся к отметке 6000 подписчиков И я считаю, что этому способствовали и многократные видеорепортажи с банных посиделок Театр Планеты Джудо, который мы проводили в Братовщине Да, в этом Доджо шикарном, уютном И я, пользуясь случаем, хочу всех пригласить сюда на практические и теоретические занятия Айкидо Может быть, дзюдо Иногда приходит мастер самбо Вот И, в общем, ссылка на контакты будет в описании Кто живет недалеко от Братовщины И даже далеко У нас были случаи, приезжали издалека Из других городов даже На практические нанятия С Якутией С Якутией, но не только там Вообще люди приезжают отовсюду Вот И мы ездим И мы ездим повсюду Сегодняшнее наше интервью с Владиславом Оно Интервью вопрос Я хочу поинтересоваться у Влада Что он скажет на три вопроса И мы выясним на самом деле Что такое мотивация Итак, согласно некоторым философским учениям Самая сильная мотивация Это внутренняя мотивация Когда мотив идет изнутри А не когда навязан кем-то То есть не когда я тебе говорю Давай мы сделаем с тобой интервью А когда ты сам Изъявляешь желание Высказаться И просишь меня сделать интервью Тогда сильная мотивация Или наоборот в моем случае Я очень хотел Встретиться с тобой сегодня И сделать интервью Вот поэтому мотив у меня Бесконечно сильный И ты не даже Предлагай сыграть Очередную партию гнарды Которую я постоянно проигрываю Я все равно добился Чтобы мы пошли И сделали это интервью Итак, мотив Говорят философы Что только в случае Ответа на три вопроса Можно создать внутреннюю Вот такую Искру мотива Первый Почему Второй Зачем И третий Для чего И в этой связи Я хочу тебя Сначала так Издалека Почему Твой приход в Айкидо Это был твой личный мотив? Да Меня же за руку никто не водил Но если Как я попал в Айкидо Мне хотелось найти такую систему Где можно было двигаться На протяжении длительного времени И не повторяться Ну это как Айкидо Как танец Наверное Получается И в принципе Не то что в принципе А Стивен Сигел Да Вот фильмы со Стивеном Сигел Наложили отпечаток Что такое Очень хотелось В детстве В подростковом периоде Я то есть к этому Сознательно шел И сознательно Завершил Программу обучения До четвертого данного Потому что пятый данный Присваивается уже За Вклад в развитие Скажем так Поэтому мы Айкидо развиваем И технически Мы закрылись Тогда Теперь То есть Я за личными Я закрыл И я смог Тогда На этой Исходя из этого Скажи мне пожалуйста Можешь ли ты сегодня Понятно что Уже много лет прошло Ты практикуешь Больше 30 лет Айкидо Почему Зачем И для чего Айкидо В твоей жизни В моей жизни Да Почему Потому что я хотел Практиковаться Как я только что сказал То есть Мне хотелось Чтобы ты мог Двигаться 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 И не повторяться Дальше Зачем Ну Ну это Во-первых Интересно Во-вторых Расширяет Кругозор В-третьих Дает возможность Встречаться С Высоко Интеллектуальными Людми Могу даже Пояснить В чем это заключается То есть В Айкидо Есть определенные Ритуалы Поклоны Соблюдение Частоты Ну как Частоты тела Помыслов Намерений Частоты намерений То есть И это все Присутствует И Человек Который Чуть Не целостен Он даже Приблизиться К этому Не может К этой практике Потому что Нужно делать Ре-поклоны Ну Ритуалы Скажем так То есть Ре-это как Часть ритуал И проявлять Максимальное Уважение К тому человеку С кем ты Отрабатываешь Приемы Потому что Мы тут Обсуждали На первом этаже Что Одному руку Сломал Второму Сломал Схем Остался Один Остался Вот Что Приемы Ну не то Что такие Они там Смертельные Но Они могут иметь Двойной эффект И Оздоравливающий И травмирующий Ну как любые приемы Как любые удары То есть Если мы делаем массаж Удара Похлопывания Это полезно Скажем так А если мы В ММА В клетке Похлопывания По голове То это Не очень полезно И третий Вопрос Для чего Ну наверное Призвание Я думаю Ну а призвание Это ты сегодня Понимаешь Что это призвание Твое Ну Да Как бы Хорошо А для чего Ну это Интересно То есть Для меня Это интересно Ну а я не говорю Что Вот прям Интересно Все 24 часа в сутки Наступает период Когда ты Задаешь себе Снова вопросы А чем ты занимаешься Тем ты этим занимаешься Для чего Ты этим занимаешься Кому это Вообще интересно Скажем так А потом люди А потом люди говорят Что им интересно И у тебя Снова вдохновение Как второе дыхание То есть Нельзя сказать Что на протяжении Я там Ах В восторге Там был То есть Иногда Грустно Иногда Сомнения возникают То есть Так ли ты делаешь Не так Поэтому Ездим Смотрим Практикуемся Сколько мы Городов Объехали За 20 21 22 Год Лучше 30 Ну Все таки На твой взгляд Мотив Чем Либо Заниматься Он Играет Важную роль В Результате Который Ты получишь Нет Мотив Это Правильно Ты сказал Вот я К слову Стараюсь Внимательно Людей Слушать Привязался Мотив Это Искра То есть Человек может Загореться И тут же Ну Попробовал Не понравилось Попробовал Не понравилось Сладкое Горькое Кислое Соленое Ну Если на еду перевести Так и здесь Попробовал Карате Ой Не понравилось Попробовал Так может быть Потому что Не ответил На вопросы До конца Вот на три Вопроса Есть мотивация Есть интерес Но Мы же говорим Что Путь к мастерству Состоит из Определенных Этапов Значит На каждом этапе Надо опять задавать себе вопрос Почему Зачем Для чего Конечно На каждом уровне Мне тут Психолог Азарова Смотрю Тоже нравится То есть Уровни какие Есть Физический уровень Правильно Есть эмоциональный уровень Есть умственный уровень То есть Уровень мыслей Поэтому Смотря на каком ты уровне Находишь Если перекладывать Мы же про единоборство Говорим И ученики спрашивают Тренер Я правильно делаю Ты говоришь Правильно Очень хорошо А почему Когда через год Я делаю так же Вы не говорите Что это правильно И очень хорошо Но правильно Для начинающего уровня Это правильное Исполнение Допустимо Но если ты уже Прозанимался Сколько-то Это уже Не очень хорошо Понимаешь О чем я говорю То есть Действие Движение одно А результат Разный Ну я вот Пока что Не могу Уловить Что тебя беспокоит Меня беспокоит Твои ответы На три Мною поставленных Вопросы Я хочу Еще раз Повторить И может быть Еще раз Услышать И для тех Кто смотрит Чтобы было Понятнее Сама постановка Вот этих вопросов То есть Эти вопросы Еще раз Это не мной Придумали Эти вопросы Я взял Из Очень Такой Авторитетной Книжки Философской Одной И там Ученые Философы Они Вывели Эти три Вопроса А философия Как Все знают А кто не знает Узнает Одна из основ Вообще Любого Развития интеллекта Все-таки Философия Это Любовь К размышлениям Любовь К мудрости А что такое Мудрость? Мудрость Наверное Это размышления Это Поиск Постоянный Поиск Ответов Вот на эти Три вопроса Мне так Кажется Это я тоже Так Мудрость Скажи мне Сейчас ты потом Скажешь про мудрость Но все-таки Скажи мне Сегодня Вот сейчас В данный момент 23 Почему Ты Практикуешь Айкидо Зачем Ты Практикуешь Айкидо И для чего Ты практикуешь Сегодня Владислав Макаров Пройдя Через Более Тридцатилетний Опыт Практических И теоретических Занятий Сам Преподаешь Айкидо Сегодня Отвечай Вот на эти Три вопроса Мне Потому что я не думаю Что ты бы продолжал Практиковать Айкидо Если бы ты Не отвечал На эти вопросы Для себя Ну есть еще тоже Хочу Могу И должен Скажем так Я хочу Это делать Я могу Это делать Но Следующий вопрос Как раз Такой Должен ли я Это делать Что мы должны В этой жизни Делать У моего товарища И у твоего товарища И друга Так Даже Может Назовем уже Соратника Соратника Перешел Отметку Из товарища Наверное Уже более Друг Такую Крепкую дружбу Да Назовем его Имя Оно Не секретно Алексей Орлов У него В доме Написано Делай то Что нравится И вот Что я должен Вот И получается Получается Что Айкидо Это То что тебе нравится Да Мне нравится Но мне и йога нравится Но я вот Лотос Никак не могу сесть Должен Но не могу Заговор йогов Значит Что-то Что-то Не дает Я пытался Но Можно конечно Хорошо И расшибить лоб Поэтому А твое мнение Вот эти три вопроса Они вообще Имеют Место быть Вообще Как ты думаешь Правильно ли они Заданы И могут ли они На самом деле Отвечать Быть ответом На Создание Искры И внутренней мотивации Конечно Конечно Вопросы Есть Люди на этом Зарабатывают И помогают Раскрываться Называется Коучинг Просто оно Зайженное Такое слово Уже Но оно пришло В Россию Из Коучинг Из спорта Пришел То есть Улучшение Результатов Скажем так Путем Задавания Вопросов И Направление Внимания На определенные Аспекты Скажем так То есть У нас есть Внимание Да Внимание Нам надо научиться Этим вниманием Управлять И Еще Сила Внимания То есть Удерживать долго На объекте Если бы мы Могли бы Концентрироваться На объекте Некоторое время Или на задаче На какой-то Больше восьми минут То мы были бы Гениями На самом деле Внимание Скачет С одного На другое Ой, поесть Светло Не тепло Тепло Затекло Скажем так Ну, Роман Я понял Что ты уже Близок к этому Уже можешь Два часа Рассредоточить Внимание И Пребывать В этом Самом Благостном состоянии И не двигаться Скажем так В дерево Да Ну, ты рассказал Я заметил Скажем так Да Ну, услышал Да То есть Можно что-то Тебе могут говорить Как ты говоришь Включи камеру А я не включил Я думал Она уже работает Как сейчас Ну, когда ты Все сам делаешь А потом Когда за тебя Делают сначала Родители А потом тебе Приходится самому То есть Время взрослеть Наступает Все, наверное Многие Кто Исследуют И практикуют Так называемые Боевые искусства Знают Что такое Айки Да Ну, перевод Так называемый Да Как я вот Недавно Опять Посмотрел То есть Ай Это Как союз Да А ки Это типа энергии Да Объединение энергии Хочу Задать вопрос Из Вот этой Вопроса первого Матемотивационного Почему Зачем Для чего Если мы практикуем Айкидо И вот Может быть Вот это вот Ответ Некий То есть Объединив В одно целое Эти три Ответа Мы получим Внутреннюю мотивацию Внутреннюю искру Я опять возвращаюсь Потому что я Все-таки Владислав Не нахожу Не могу пока Найти В нашей беседе Все Заканчивается Мотивация Мотивация полезла Ладно Пошел перекурить Неси Неси чайник сюда Сейчас еще будем Мотивироваться Ой У меня аж слезы Из глаз Идет Идет Слезы из глаз В последний раз То ли фильм такой есть То ли что-то еще Это Великий махинатор Или как это Не знаю Комбинатор Комбинатор Чего будем комбинировать Великий мотиватор В общем И целом И целом Это все фигня Вырежем из эфира Может наоборот Только Все Диалоги закончились На этом Мы прощаемся С вами Попробуйте Самостоятельно Ответить Для себя На вопрос Почему Зачем Для чего Если кто-то Осмелится И у него будет Такой мотив Внутренний Оставьте комментарий К этому видео Если кто-то Не осмелится Хотя бы для себя Сами запишите Почему Зачем Для чего И как говорят Мудрецы Философы Что вообще В принципе Перед тем Как начать Заниматься Каким-либо делом Сначала Ответьте на Эти три вопроса И тогда Вы поймете Вообще Есть ли необходимость В этом деле Иногда Некогда Не задавать Вопрос Некогда Да Хорошо Если кому Некогда Не задавайте Делайте просто Берите и делайте Да Берите и делайте Но Запомните Спешка нужна Только При Ловле В блох Тщательно Обдумывай А делай Решительно Да Так что Добро пожаловать В Айкидо Звоните Приезжайте Практикуйте Беседуйте с Владом Находите Ответы На вопросы Почему Зачем Для чего Роман Карасьев Планета Зюдо Владислав Макаров Спасибо Ос Чао Все Выключайте Выключайте Камеру Мы уже закончили